туристским маршрутом. Ну и самое главное, почему мы сегодня вместе с Сергеем Лобрым, потому что нам удалось после этого проекта, все-таки мы смогли подъехать, в прямом смысле вот этого слова, я имею в виду, началось туристическое движение после первой, да, в пандемии. По рекомендации Ростуризма мы свое сотрудничество с ассоциацией начали с институционного автопробега. Что это такое? Нам очень важен был комплексный аудит государственной дороги, например, ее адаптация к путешествиям на автомобили и путешествиям на автодомах. По датам, это 10 по 14 августа, вы видите количество автомобилей и автодомов на сайте. Что самое главное? Мы ждали от этого аудита и мы уже начали серию форсайд-сессий, стратегических сессий о окончании автопробега. Нам удалось на выставке «Осенний отдых-2020» подвести промежуточные итоги и встретиться со всеми участниками автопробега. Эта встреча произошла с Коколом, но это были проведенные министерства без участников бизнеса, без большого друг друга. И мы в Коколом уже провели одну форсайд-сессию по встрече участников факта пробега и были очень рады, что все рекомендации ассоциаций были услышаны. Ну и мы как оба исполнительные власти, инфраструктурные вопросы уже взяли на правилку. У меня по основным блокам все. Я с удовольствием передаю слово Сергею и очень хочется, чтобы ваши впечатления сегодня узнали все участники. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, представители Министерства ведомств. Я представляю Общенациональную ассоциацию этому туризму. Карванина – это 58-х годальных представительств. И обратите внимание, что сегодняшний праздник и вчерашняя информация, Карванина, конечно, было сложно в нашей ассоциации 4 года тому назад войти на электроны и предложить что-то интересное. Но я обращаю внимание, что мы единственная общенациональная ассоциация, которую не стали делить. На караванинах, на мотоциклистах, на простых водителей. Я обращаю ваше внимание, более 50 миллионов простых водителей на классических национальных автомобилях желают участвовать дорожным движением и присоединиться к караваням за рубежом. Там отдельные религины, слово «караваник» там. Ясно-караванисты, юноциклисты, мы, к сожалению, делим. Людей-то профессионалов именно по этому, мы их объединяем и проводим свои экспертные оценки попросту и просто посмотреть ноги, оказать содействие в представительной власти. Философия у нас действительно – это создание безопасной, комфортной и придорожной конструктуры. Второй важный момент. Мы обратим внимание, и сегодня здесь представители Ростуизма с ее помощью и законодательной власти, мы вошли, как главная рабочая группа, и вошли в экспертный совет комитета об издействии культуру и спорту и туризму. Очень важный момент, чтобы законодатели нас услышали. Именно это мы четыре года нам застали. Можно все сейчас говорить, создавать условия, все прочее, но как только начнется взаимодействие с представителями власти. Хорошо бы, но хорошо бы срочно написать. Мы едем, вот сегодня сейчас выступал в Сибирске так, проехали по сибирскому драку. Товарищи эксперты, обратите внимание, где бы он дал больше ему сказать, поставили мне сейчас барьеры, и я не могу развивать свою полидорожную инструктуру. Почему? Так оказывается, здесь в 54-м, в 50-м федеральном законе, а дорога написана, что при расширении полос, и опять должен я, инвестор, маржинальность низкая, должен опять полосы развода везать. 15 миллионов я не удерживаю. И ставят при расширение отбой. Вы поняли, что и законодательный вопрос на даче в комплексе. Именно поэтому и условия эффективного взаимодействия, именно консолидация произведения власти, бизнес, создание государств частного партнерства было основополагающей нашей работе. С этой параллелью очень приятно, чтобы действительно провести аудит придорожной инструктуры, исследование перспективных площадок, предложение получения качества, вот все это видите, вы великие потребности. И, конечно, мы, пусть Надежда не обижается, мы проехали, как автомобили машины, автомобилисты, мы вредные. Нам необходимо большое количество услуг, я обратил внимание, оказывается, продукта вреденок, именно для автомобилистов нет. От нас отворачивается туроперанка. Все лишь хорошо, вы не у нас. Я думаю, что многое условие, может, и сегодняшний форум, и здесь, где можно выступать, мы говорим, давайте отнец, туроператор, обратите на нас внимание. Информация для размышлений. Одна себе, одна автомобиль, тридцать, четыре человек, ясно дает деньги, 25-30 тысяч. Молодец, ребенок приехали, они говорят, да, ясно даю, приехали в автодома. Они сказали, нам душ, дайте туалет. Он говорит, зайдите в отель. Нет, мы беду себя будем ночевать. Он говорит, может быть, позавтрак, у нас хороший холодильник, мы беду у себя. И мы поняли, что автомобилистов их нельзя вычеркивать из автомобильного туризма. Это хороший чек, именно поэтому мы свои предложения многим регионам делаем. Следующее. Государево-Дорога. Это фантастика. С нами я сделал Павел Иванович Старчиков. Это ритм будет шестерцов с мировым именем. И он был удивлен. Представители у нас на месте, представители Министерства и ведомства различных четырех регионов. Они говорят, я 34 раза ездил по Государево-Дороге, но меня провезли по таким местам, снимаю свою шляпу. Сколько там, что-то 150 видов шляп, со всего мне будет снимать. Я не знал, что есть такие великолепные точки протяжения, именно на Государево-Дороге. Это перспективнейший маршрут, и мы уверены, что при нашей консультации мы сможем создать условия с хорошим трафиком, если будет, я еще раз в двухстороннем движении и буду слушать. Государево-Дорога для автористов. Плюсы-минусы. Это и природно-историческое, геологическое, уникальность здесь, и концепцию маршрута очень много. Насыщенность интересная. Качество дороги, размещение, все это есть, но, к сожалению, когда мы едем, смотрим в дальнобой, 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 получаем информацию, а мы ездили по Государево-Дороге, и как-то и покупатели, уже они после узнали про историю министерства, мы вредно ходили в другие гостиницы, в институт, в автозаправочные инстанции, в Релище. А можно ли за наличный расчет? Нельзя, но мы возьмем на острове. Привезем сюда, как-то безналичный расчет. А можно ли мне еще кофе взять? Они предусмотрят. В отелях, в Дирсале, я говорю, а можно мне поменять номер? Я хочу фи, я хочу класс. Нет, мы с группой люди еще не допринимают, и мы вопрос не только придорожный инфраструктур, но и дворик обслуживания, удовлетворения, хороший чек, мы тоже принимали этот вопрос. Недостаточно, когда по минусам, здесь, к сожалению, нам, здесь минусы, здесь достаточно, что самих недостаточно объектов придорожного сервиса. Нет продукта самого и многие другие вопросы. Я сейчас вижу. Вот недостаточное количество самоотдыха, отсутствие комплексной адаптации и многие другие вопросы. Я уверен, что эта презентация остается у вас, учитывая, что подсказывает мне одна даже ограничено, а я некоторые вопросы еще хотел поднять. Чуть у меня не переключается. Да, сейчас прошу прощения. И очень правильно, что перспективы мы увидели от создания информационной системы. Здесь об этом вчера говорили. Внедрение механизма с частным партнерством, мы разговаривали с бизнесом, разводка стандартов качества. То, что сейчас выступал Леонид Игоревич, это наш руководитель экспертного совета. И я не имею возможность сейчас потом маленькую реманку сказать, но он, может быть, постеснялся этим путешественникам в созданном путеводителе. За три года это первый официальный документ, основан на исторических событиях. И то, что сейчас ему дарили к концу слова, обратите внимание на этот документ. Очень важно водителям, которые приезжают в маршрут, помнить нашу историю. Задача была явно увеличить количество объектов, приторогную церковь. И была задача, чтобы деньги поступили в мельчак. Сергей Ильич, подумайте предусмотреть вопрос, чтобы не транзитом проезжали, а на день-два оставались в нашем регионе. Посмотрите, чтобы это был маршрут, как сейчас говорили, не с мая, а с мая, а мне интересует и нюанс, и февраль, и март. То, что мы имеем сейчас на чувством, как это была поставлена задача. И сигою водителей привлечь. Развитие безборегистые, тоже один из важных перспективных задач. Создание дополнительных площадей, адаптация объектов. Это не бронирование, я об этом говорил. Чем угодно иметь вопрос, а при этом реакциации мы сибирского тракта попробуем внедрить и декорировать именно на государе по дороге. Это организация личных сессий, создание событийного пролетариата. И многие обижаются, как бы надо было попасть на разгон поетов. Поверьте, когда мы встречались с представителями государя по дороге, мы сказали, можно ли тет-а-тет? И мы говорили, я у вас на вашем объекте видел. Один официант, он же микроволновую печь, он счет делал и он же был официант. Это не должно быть. Да. А вот в вашем объекте, нам ему нравилось то-то, то-то. Этот объекте очень важен. Следующий пункт у нас информация, это не только подведение домов, но мы постараемся встретиться бизнесом. Пожалуйста, как открыли. Кто хорошо разбирается в площадке здесь наши или коллеги из других регионов, мы уже там инвесторам дадим информацию. Потому что государство помогает, конечно, да, но необходимо привлечь инвестор, как правильный продукт. И просто сделать печень. Это же целый маркетинг. Это посмотрите трафик, посмотрите расстояние. Перспектива, но это будет возможность нам вести с ним дело. Помните, что раньше едет соль или пулица. Бизнес не плата, нет людей, люди не едут, потому что нет условий. И мы на бизнес говорим, создавайте условия, мы вам дадим трафик. И напоминаю, что это не только 3000 часка, но и 50 миллионов водителей, и не упускайтесь в виду мотоциклистов. Один из элементов, скоростная дорога, и на следующий человек услышал, мы сейчас и мотоциклисты консолидируем. И говорит, на скоростной эстралии дождь, Сергеевич, окажется здесь вот этот тревог. Я хочу сделать от дождя и создать какие-то определенства. Это стоит копейки, но это привлечет и иностранных инвесторов. Заканчивая свое скупление и то, что попросил Татьяна Сергеевна, я предложу несколько предложений именно в программное документ. Во-первых, я благодарен сегодня Татьяну благодарен присутствию, да и хотел поблагодарить представителя Росслужа, что три наших национальных проекта, то есть три наших предложения были влечены в национальный проект. Я еще предложу сейчас. Четыре проекта, мы обращаем внимание. Это неформально. Те проекты, которые мы предложили, это была проведена экспедиция. Это встреча с представителями законодательной и исполнительной власти. В этих на маршрутах у нас есть региональные представители, которые могут оказать один. Конечно, и все получается. Конечно, мы только начинаем в этом. Тот же сказали, сейчас Архангельсков. Есть проблема, но напоминаю, что при наших маршрутах присутствует представитель Министерства Росслужа, один из элементов, которого сейчас в Германии. В феврале месяце поднялась вода и по нашему смоку губернатор сделал пантомный мост, чтобы только уехать представители Германии. Вот такое взаимодействие с властей, оно имеет очень важный результат. И обращаю ваше внимание наше предложение. У нас продут просьба ввести так же в соборедную землю русского севера. Об этом говорили. Ладожеское прошло в конце Легенды и Бруса. Этот северный раз очень важный объем. Это из Волтое Кольцо России вошел. Северный траг. Чуть не траг. Сеть экспедиции. Желаю куда люди ездить. 2 миллиона суток автомобилейстов, 90 процентов трагика автомобиля. Мы изучили, посмотрели. не для проездов, 520 километров, один плавный туалет. И голова Харахона, обращаясь с нами, когда мы проводили экспедиции, окажите содействие и эксплуатации, привлечь бизнес. Не должно быть так. Это же рядом монгольская, китайская граница, Казахстан, с которым мы сейчас будем тоже работать. Это неправильно. Я думаю, что приведение в нацпроект и это для Чуйского Дракта очень важный момент для нашего развития. Это и вопрос государю по дорогам. И следующий вопрос. Просьба росту Ритма оказать содействие сейчас в настоящее время, как и 132-й федеральный закон о дорогах, то есть не дорогу, а в туризме 257-й федеральный закон. И обращаюсь к вам с просьбой, кто же самый ГТД, господин Докозовый, Сергей Владимирович, что в Недро Госдумы по нашей инициативе с депутатами решить закон о дороге 257-й, где вы усматриваете вопрос, ползаразно на въезда и выезда за счет владельцев дорог, как это сделано за рубежом. Вот я, например, посмотрю. Ну и, безусловно, на следующий год у нас проходит выставка-фестиваль в Архангельской области, оказать содействие этому фестивалю. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Саверыч, можно вопросы? И вам спрашиваю. Экспедиция, которая здесь состоялась... АПЛОДИСМЕНТЫ